Добрый день, дорогие мои слушатели! Темой сегодняшней нашей встречи будет тема дегенерации, которая является неотъемлемой частью не только биологической сущности человека, но с некоторых пор стала и средством политических отношений, и средством политической власти практической, реальной нашей жизни. Дело в том, что понятие дегенерации требует соответствующей теории дегенерации. И пока такая теория в мировой литературе не сформулирована, мы считаем, что сама проблема дегенерации, явление как таковое является неотъемлемой частью целостности бытия человека, где второй ее половиной является та норма, которая миллионами лет устанавливалась в среде человека. Мир состоит из порядка и хаоса, из жизни и смерти, из нормы и дегенерации. И убери одну часть бытия погибнет и потеряет свою имманентную целостность внутреннюю, и вторая часть. Дегенерация – это условие жизни, это есть явление невидимой смерти человека. Физический человек жив, но уже нравственно он вошел в сферу дегенерации. И это есть засохшие ветви дерева. Дерево, когда сажаешь, уже с третьего года на нем появляются сухие ветви. Вызывает удивление, как же так? И поливается, и смотрится. Прекрасно дерево растет, все в порядке. А вот же надо, появились сухие сучья, сухие ветви. Да, это норма. Каждый человек, родившись, начинает уже стареть. Просто процесс роста превалирует над процессом смерти. И с какой-то точки они уравниваются, и со следующей половины жизни уже доминируют процессы старения, увядания и смерти. Вот это и есть физическая дегенерация, но есть и невидимая духовная дегенерация. Она предшествует физической. И все бы ничего, все это в норме, если бы явление дегенерации не стало бы средством политической борьбы и средством политического господства над народами. Если вам нужно покорить народы, сегодня не надо бомбить, начинать войны, вводить войска. Это очень затратно. А социально-общественные, социально-психические технологии сейчас это называют инженерией. Очень циничное слово, потому что инженерия имеет в виду создание что-то позитивного. Ну, вот такое слово сейчас ввели, в оборот, ввела американская социологическая школа. Применив новые средства инженерии, можно к власти над данным народом привести его дегенерацию. И тогда не нужно ничего. Начинается внутреннее постепенное разложение этой нации. И в политологии, то ли как ритча, то ли как факт, есть такой пример. Значит, где-то в Африке колония, рядом сосуществовали две колонии, английская и французская. Их разделяла река. По одну сторону реки была французская часть колонии, по вторую английская. В английской колонии был полный порядок, а во французской шли восстания за восстанием. Расходы на поддержание колонию превосходили уже доходы, которые из нее вывозились. И вот французские правители колонии обратились к англичанам. Тогда у них были хорошие отношения. В чем причина? Один и тот же народ, один язык, все одинаковое. Почему у вас полный порядок, а у нас восстание за восстанием? Англичане, которые имели более тонкие технологии и более богатый опыт покорения народов, задали всего один вопрос французам. Кто руководит вашей колонии? Французы с гордостью ответили. Лучшие выпускники Сорбонны. Вот это и есть ваша ошибка, ответили англичане. Поставьте к руководству колонии негодяев, проституток, гомосексуалистов, воров, бандитов, отморозков, и у вас в колонии будет полный порядок. Французы так и поступили. И что же? Через некоторое время командиры боевых отрядов, которые жизнь свою клали за родину, стали приходить к руководству колонии с желанием замирить их с негодяями, которые господствуют на всей территории страны. Стали боевые стычки друг с другом. Все успокоилось, уже никого не интересовали колониальные власти. Все стали ненавидеть друг друга. Таким способом французы установили полный порядок в колонии. Может это и притча, но случай попал во все учебники политологии. И мы им пользуемся, чтобы показать, что может делать дегенерация со своим народом. И сегодня в новых технологиях борьба с собственной дегенерацией является борьбой за национальную независимость, за своего бога, за свою нравственность и за свое существование в будущем. Уничтожить дегенерацию невозможно и не надо. Вопрос стоит не в самом факте дегенерации. Вопрос стоит иерархичности порядка на земле. В иерархии сначала идет импульс жизни, идея жизни, идея любви. А под ней находятся все другие девиации. Ну, кто не знает слово девиации, объясню. Виа это дорога по латыни. А де отрицает, то есть отступление от правильного пути. Девиация. Девиация должна находиться под нормой. Когда же все переворачивается с ног на голову, тогда наступает национальная катастрофа. Особенно это удается среди малых народов, потому что произвести девиацию в суперэтносе очень сложно. Для этого нужны большие мощности того, кто занят выполнением этой задачи. И первой жертвой власти дегенерации становятся малые народы, малые нации. Среди них особенно страдают те, которые создали великую культуру и великую цивилизацию. Их ненавидят больше, и удар, в первую очередь, приходится по ним. В настоящем я хочу закончить нашу встречу на какой-то позитивной ноте. Нет ничего сильнее любви, любви к ближнему. И только любовь может побеждать дегенерацию. Спасибо вам. До нашей следующей встречи. Субтитры создавал DimaTorzok